Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. И я приглашаю вас на наш очередной вебинар, на первый весенний вебинар Директ Академии. И, как всегда, перед тем, как передать слово нашему текущему спикеру, в данном случае Юрию Николаевичу Белоножкину, несколько слов общих от Директ Академии. В самом начале чата располагаются две важные ссылки. Первая из них ведет на наше расписание вебинаров на главную страницу нашего сайта Директ Академии. Здесь приведено расписание на ближайшую неделю, а также внизу страницы интерактивное расписание, в котором можно зарегистрироваться на любой вебинар до конца июня, до конца нашего текущего учебного года, а также посмотреть записи вебинаров предыдущих, ну, исключая последнюю неделю только, которые появятся сегодня-завтра. И вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на Ютьюбе. На нашем видеоканале недавно произошло очередное событие. Этот 250-й вебинар был записан на наш вебинарный, даже не на наш канал, а на плейлист нашего канала, посвященный вебинарам. Вот, так что подписывайтесь на наш видеоканал, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии. Этот вебинар, разумеется, тоже записывается и тоже будет размещен на нашем канале на Ютьюбе. Ну и, наконец, традиционно в конце своего вступления я хотел бы дать две ссылки на два следующих вебинара, которые состоятся. Завтра должен состояться вебинар Татьяны Телегиной. Он будет двойной вебинар вместе с перенесенным, двухчасовой вебинар из цикла «Библиография для небиблиографов». Конкретные темы будут такие «Основы библиографических описаний источников» и «Оформление ссылок». Надеюсь, что на сей раз этот вебинар состоится. Ну и в понедельник, 5-го числа, у нас необычный будет вебинар. Я люблю приглашать к нам технарей, чистых технарей, которые рассказывают о своих проблемах, потому что их у нас некоторый недостаток на наших вебинарах явно. Ну и вот 5-го числа у нас будет Петр Ухов из Московского авиационного института с вебинаром «3D-печать в обучении». Тема интересная, тема очень актуальная, потому что 3D-печать грозит заменить чуть ли не все машиностроение в ближайшее время. Ну, конечно, это несколько громко сказано, но я думаю, очень многие области скоро испытают давление со стороны технологии 3D-печати. А вот о том, как 3D-печать применять не в производстве, а в обучении, вот это особо интересный для нас, может быть, материал для вузовцев, для образованцев. Так что приглашаю всех на этот вебинар. Я надеюсь, что будет очень интересно нам всем. Ну что ж, я свое вступление закончил. Я призываю в эфир Юрия Николаевича Белоножкина для того, чтобы провести сегодняшний вебинар, посвященный стримингу. Юра? Добрый день, коллеги, добрый день, Павел, видно сейчас. Павел? Хорошо. В прошлый раз картинка была у меня на веб-камере не очень хорошая, на этот раз, думаю, лучше будет видно. Если будут какие-то сложности, какие-то технические накладочки, пожалуйста, сообщайте. Очень рад вас видеть сегодня. Здесь есть немало знакомых. Тема у нас необычная. Во-первых, сам стриминг – это очень редкое сегодня явление в образовательном процессе. Он требует определенных технических условий, но мы сегодня с вами поговорим о приятном. О том, что может делать каждый из вас. Дорогие друзья, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не у каждого есть технические возможности, технические условия, технические знания. Я буду говорить только о том, что доступно каждому из вас, любому гуманитарию. И моя главная идея – показать ту легкую часть, которая доступна каждому из вас. А тяжелую часть мы в конце обсудим специально в шестом пункте, о чем не говорят стримеры. Те люди, которые занимаются вещанием. Именно о суровой реальности жизни – это о технических моментах. Если представить себе две фигуры, то, о чем буду сегодня говорить я – это творчество, это композиция, это конструкция, это украшение, это визуализация. Это примерно 90% того, что нужно в стриминге. А вот технические моменты, они нужны, во-первых, не всем. Для этого есть отдельная каста товарищей, коллег, которые знают эту кухню. И, во-вторых, один раз технически правильно настроенный стриминг, система, она дальше может не ломаться, она как-то сохраняется. Вот эти настройки все сохраняются, их можно использовать многократно. Вот такая вот у нас с вами будет градация. Итак, раз меня хорошо слышно и видно, приступим к вопросам практикума. Это у нас второе итоговое занятие по вещанию или стримингу. Я буду вам периодически задавать вопросы для того, чтобы действительно у нас был практикум. И для тренировки прошу написать в чате одно короткое слово «Да». Те, которые были на предыдущем вебинаре, посвященному стримингу. Те, которые нет, могут ничего не писать. Или написать «Нет». И прошу сообщить, кто был, чтобы я знал примерно объем новизны, которую я должен сегодня изложить. Итак, мы видим, что не так уж много пришло в этот раз. Каждый раз меняется у нас состав. Ну и время работы разное и так далее. Поэтому я скажу коротко. Стриминг, друзья, кто не в курсе. И вещание – это синонимы. Только есть вещание по телевидению, да, пассивное. Мы сидим на диване и смотрим телевизор. Только управляем каналами и громкостью. А стриминг – это тоже вещание, но через интернет. И мы там можем не просто смотреть то, что нам рассказывают и показывают. Мы еще можем задавать вопросы. Видеть, какие вопросы задают другие. Вот это вот разница в том, что можно делать в интернете вещания. Вот что такое стриминг. Итак, что же самое приятное для новичков, да и для бывалых пользователей этой системы. Не скажу, что вы все захотите быть стримерами, заниматься вещаниями. Но, скажу, что сегодня, после вот этого практического занятия, каждый из вас скажет. Я знаю, что это такое. Я смогу говорить с другими на эту тему спокойно. Я могу поставить задачу обычным, простым, понятным языком. Что я хочу. Вот теперь мы приступаем к этому практическому занятию. Итак, самое приятное создать. Я сейчас для этого включу показ экрана. И прошу вас сообщить мне, что вы видите мой экран. Я сейчас пытаюсь напишите CNN, если вы видите экран у меня фрагментов CNN-овских картинок. Я сейчас показываю экран. Или хочу показывать. Так, так, так. Хорошо. Вижу по плюсикам, что да. Итак, друзья. Начнем с того, что мы посмотрим на любую достаточно известную схему вещания по телевизору. Вот я сейчас обозвожу ее красной. Которая состоит из некого фона. Вот этот вот фон рисую. Давайте я его голубеньким. Вот этот фон. На котором расположены некие окошки. Вот я сейчас рисую зеленым. А, нет, зеленым. Простите. Вот я рисую зеленым. Одно окошечко. И второе окошечко. Два расположенных окошечка. В которых мы видим неких участников. Вот уже пошла композиция. Фон. И два участника что-то говорят по телевизору. Это и на канале РБК есть. И на CNN. На других каналах. Вот тот же самый образ мы сейчас вместе с вами будем пытаться конструировать на одно из программ. Которая есть у каждого из нас потенциально. Итак. Два окошечка, в которых что-то двое говорят. Например, директор библиотеки с известным писателем в прямом эфире вещает какой-то стриминг, телепередачу, интернет-передачу. В прямом эфире что-то общаются, разговаривают. Они находятся в таких вот окошечках. Далее. Здесь можно увидеть в этой композиции некие подписи. Вот такие вот подписи, которые что-то поясняют. И какие-то логотипы. Какой-то логотип. Вот мы рассмотрели одну из композиций. Мы выявили такие элементы, как подложка, окна со спикерами, с участниками и какие-то тексты. Так. Ну тут не очень приличный какой-то заголовочек. Вот я покажу вот такой. Я даже не читал случайно. Ну вот такой вот пример. Итак, давайте попробуем перейти к практике. И скажите на мой вопрос какой ответ. Вот сейчас я вам показываю ссылочку, где находится бесплатная программа OBS Studio. Open Broadcast Software. Я сейчас дам эту ссылочку на всякий случай вам в чат. Скажите, пожалуйста, кто из вас может скачать дистрибутив себе на компьютер и установить как программу. Вот это вот бесплатная программа для телевизионного вещания. Скажите, кто может, кто знаком с процессом инсталляции или установки, кто нет. Хорошо, что написать да, нет. Ну такой первый практический пункт. Если вы напишите да, вот кто-то пишет нет. То, что нет, это не страшно. Хорошо. Да. Итак, я уже вижу, что большинство из вас знакомы с этим процессом. Но не обязательно это делать каждому. Мы теперь можем сказать, что большинство из вас практически могут взять по этой ссылке для своей системы, то ли Windows, то ли Mac OS, операционная система Macintosh или Linux, могут бесплатно скачать и установить. Это первый практический шаг. Те, которые не могут скачать, не могут остановить, они знают другое практически. Они могут просто сказать. Я знаю, что это можно, это не сложно. Пожалуйста, установите и будем работать. То есть, даже если вы не знаете, вы услышали от меня сейчас вот этот вот первый шажок. Программа, допустим, установлена. Практически это делается легко, не требует никакой специальной инженерной подготовки. Сейчас мы посмотрим на саму эту программу, уже установленную. Так, вот я сейчас вывожу на экран. Скажите, пожалуйста, видите ли вы у себя на компьютере изображение программы OBS? OBS, вот я сейчас на ней двигаю заголовок. Да, отлично. То есть, вы сейчас сидите у себя дома и видите мои действия на компьютере. Это называется демонстрация экрана. Возможно, что-то будет мелко. Конечно, если у вас экранчик маленький, да еще тут небольшой шрифт, и вам будет сложно. Приношу свои извинения, я не могу увеличить размер экрана никак. Поэтому догадывайтесь, что тут я показываю. Что представляет из себя эта программа? Вот у нас первым вопросом было обсуждение сцены, построение сцены. Друзья, вот в этом окошке каждый может в этой программе создать сцены. Дальше мы рассмотрим, из чего они состоят из источников. Дальше мы будем настраивать звук для каждой сцены. Дальше мы можем переход между сценами. Ну, другие моменты мы пока не рассматриваем. Начнем с простого, практически. А вот это вот поле, это то, в котором будет видно, что мы вещаем в эфир. Итак, начнем с простого. Сцены. Итак, друзья, под понятием сцена, понимается совокупность неких источников. Вот сцена. И сцена имеет свое название. Вы знаете, что файл имеет название, человек имеет название, организация имеет название. Так вот, сцена тоже имеет название, а в этой сцене могут быть разные источники. Например, вот здесь у меня заголовок какой-то, текст. Вот это у меня ставка чата из YouTube. Вот тут у меня земной шарик крутится, динамические какие-то события происходят. Вот тут у меня логотипчик стоит. Вот это все называется источник. Давайте-ка мы рассмотрим первый пункт. Мы создаем сцену нуля. Вот если сюда нажать добавить, у нас появится сцена. Если мы один раз создали сцену с определенным именем, вот я сейчас эти сцены показываю. Вот они у нас готовы. Они у нас готовы. Там мои какие-то сцены я раньше готовил. Вот они сохранились. То есть их можно заранее спокойно составить. Что входит в этот состав? Какие-то логотипчики, какой-то фон, какие-то текстовые заголовки, с каким-то определенным цветом. Вот мне вот такие вот. Я ранее проводил. Вот они вот такие. Вот у меня готовые сцены. Мы проводили мероприятия. То есть вы можете спокойно заранее свой CNN приготовить. Давайте мы нажмем вот сюда, по вот этому плюсику, и нажмем добавить сцену. У каждой сцены есть имя. Программа автоматически присылает вот такую сцену 3. Мы назовем его, эту сцену, например, сцена в ходе вебинара 1 марта. Днем весны, дорогие друзья. Мы создаем с вами сцену практически. Итак, когда появилась вот эта сцена, вот ее название, у нее нет ни одного источника. Добавляется уже по знакомой кнопочке плюс. Вот сюда можно нажать и добавить источник. Ну, начнем с простого, с самого простого. Давайте сделаем подложечку. Фон в виде обычного какого-то изображения, как CNN. Автоматически присваивает система название этой обложки изображения 5. Но если у вас уже ранее были какие-то элементы графические, то они у вас здесь уже могут, можно их заново использовать. Это очень удобно. Вот, например, я хочу выбрать МПГУ зал заседаний. Или зеленый зал. Посмотрю, как он выглядит. И нажимаю ОК. Так, ну, где он? И ничего нету. Смотрю в настроечках. А, наверное, этой картинки у меня уже нету. Чтобы выбрать картинку, повторяю, вы выбрали графический элемент, нажимаете на вот это свойство и выбираете нужную вам картинку. Ну, как работать с картинкой, вы, наверное, все знаете. Вот, допустим, я беру первую попавшуюся картинку и нажимаю ОК. Все, друзья, практически мы с вами поняли. Мы еще не научились, но образно представили, как можно подложить картинку для сцены. Подложку. Поверх этой подложки мы можем что-то показывать наших участников, наших гостей. Текст оформления. И для закрепления еще раз вот этот элемент я возьму по шестереночке, обзор и выбираю другую картинку. Ну, вот, например, вот этот зал, библиотеку. Нажимаю ОК. И вот у меня... Ну, она, правда, большого размера. Вот тут надо поиграть размерами. Можно совместить ее, ухватить за вот эту точку. Она слишком большая, качественная. Вот так. И надо ее сделать поменьше. А сейчас я вам задам вопрос. И вы напишите, да или нет, понятно ли, как практически создать сцену и как добавить в нее источник под названием изображение. Практически. Все ли поняли? Так, ну вот. Это легко делается. Вот так вот. Допустим, мы вещаем, а за нами зал библиотеки. Замечательно. Итак, мы с вами на лету научились условно-практически. Вы мысленно представили, насколько это условно. Мы начали сделать два действия. Первое действие. Создавать сцену и давать ей название. И добавлять первый элемент под названием графический элемент. Нажимаем по следующему, вызываем следующий источник. Ну, например, мы хотим, мы хотим общаться. Самое ценное это общение. Мы хотим общаться с каким-то нашим гостем. И мы знаем, что у нас денег мало, у нас бюджет невысокий, но у нас есть возможность общаться по скайпу. Можем ли мы гостя, у которого есть скайп, включать в эфир, так как это было в CNN? Да, можем. Мы говорим себе, что да, скайп есть у многих. Если у кого-то нет, он может поставить. Это тоже бесплатная программа. Вот, допустим, мы хотим захватить, захватить, как это, экран можно еще показывать, а это захват окна. Дорогие друзья, вот, пожалуйста, запомните. Если вы забудете, у нас будет такая запись, но главное уловить смысл. Вы вызываете захват окна, окно, это в котором есть какая-то программа. Например, видеоигра, вот стримеры, так называемые, они придумали, не то, что придумали, а дали толчок вещанию, они играют у себя дома и показывают свою игру друзьям, всем остальным при помощи вот этого стриминга или вещания. И вот окно это то, где происходит эта игра. Захват окна. И обратим здесь внимание, что у меня уже в другой сцене этот источник был. То есть, я могу уже готов этот источник взять, написать, добавить существующий из других сцен и выбрать его, нажать окей. Так. Так, ну, и где, и где, я что-то не вижу его, захват окна скайп. Так, ну, давайте-ка, так, у меня скайп-то вообще запущен. А, у меня программа скайп была как-то, вот, вот, она была не запущена, я запустил. Вот, друзья, наш скайп появляется в окошке. Мы знаем, как работает скайп, можно здесь видеть людей, одного или двух человек, сейчас там никого нет. Но, когда мы с кем-то будем связываться, и если у него есть веб-камера, то мы увидим его изображение. Вот, вот так вот мы добавили скайп. Обратите внимание, что, когда я его искал, я вот этот глаз включал, выключал. Вот еще одно действие. Если я хочу что-то скрыть, я этот глазик выключаю. А вот тут рядом замочек, чтобы я случайно вот так вот не сдвинул мышкой, да, когда будет много элементов, я нажму на замочек, чтобы один раз выстроенный источник был на месте. и так мы сейчас практически завершим работу с окном и я покажу вам, как можно его менять. Вот, смотрите, видите, я не хочу показывать лишнее, хочу оставить только его лицо. Как я это делаю? Я нажимаю на кнопочку Alt, на клавиатуре есть, вы знаете, и изменяю конфигурацию окошко так, как мне надо. И все. Вот, примерно так же работают и каналы РБК, они тоже по скайпу с кем-то соединяются, с какими-то деятелями, политиками, ну, не всегда по скайпу, но очень часто, и вот так они его конфигурируют, это окошечко, и все. Вот, его можно задать в любую форму, их можно поставить здесь несколько таких участников, и вот они рядышком стоят. Сзади может быть библиотека, может быть какая-то фирменная заставка, сейчас мы посмотрим такую фирменную заставку, но сначала вы ответите на вопрос, если мы захотим в ходе нашего вещания, пока условно, пока мы играем, мы еще ничего не хотим, мы просто смотрим, насколько это сложно, и в чем тот секрет. И вот, если мы хотим наш стриминг, наше вещание, добавить человека, гостя нашего вещания из скайпа, можем ли мы сказать, да, мы практически знаем, что нужно нажать на плюсик, выбрать захват, точнее, захват окна, захват окна, и выбрать там скайп, давайте я сейчас, пока вы не спешите ничего отвечать, захват, скайпа, я сейчас создам еще одно, создам скайп, скайпа, второе окношко, второе окошко, скайп 2, захват скайпа 2, нажимаю окей, и вот здесь, друзья, если вы начинаете с нуля, вы выбираете то окно вашей программы, которое вы хотите показывать, игру, Excel, на экране вещать, любое окошко, и вот здесь находите это окно скайп, ну-ка, где-то скайп, так, оно уже, оно уже, уже есть, так, я что-то не вижу, это скайп, оно уже есть, поэтому оно уже выбрано, вот и все, друзья, вот и все, захват скайп, еще раз захват, создать новый захват окна скайп, 3, давайте, что-таки, найдем этот скайп, а, он уже, он уже выбран, поэтому его больше мы сюда ставить не можем, он уже два раза одно и то же не вставляет, поэтому вот мы попробовали и лишнее удалили, вот это тоже лишнее удалили, у нас скайп есть, все, ну и еще раз ответить теперь уже точно на вопрос, можете ли вы практически добавить захват окна и выбрать скайп сами вот после такого показа, я сейчас его делитом удалю, пока вы думаете насчет практического убедия, сможете ли вы добавить окно и скайпа, или нет, да, 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 хорошо, 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 звук, ага, тормозит, Павел Юрьевич, ну это ужасно, давай-ка я камеру отключу, я отключаю, и скажите, что у меня стало слышно лучше, хорошо ли слышно, так, лучше, все, ну вот, еще раз мы этот скайп сюда разместим, пока лучше, вы там, пожалуйста, не стесняйтесь говорить, если какие-то технические проблемы, я же тебя не слышу, так, ну вот, со скайпом у нас пока окошко есть, пойдемте дальше, если мы захотим не статическую картинку, а динамическую красивую картинку применить в качестве подложки, мы можем это сделать очень легко через источник медиа, давайте мы сейчас поколдуем, источник медиа, видео заставка, сейчас вы поймете, все на герметич, окей, и ищем у себя на компьютере видеоролик в формате mp4, так, ну вот у меня тут скалы, вот тут у меня какие-то ролики, вот тут у меня так, разные-разные видеоролики, но у меня на самом деле они в папочке видео, вот я допустим вот такую вот заставочку, сейчас выберу и скажу где их брать, какие красивые, это видеоролик, чтобы он постоянно крутился, нажимаю повтор и нажимаю окей, друзья, смотрите, на это чудо, я сижу в Сочи, но я могу показывать на фоне интерьера своего гостя или сам себя, здесь буду сейчас я попробую сюда поставить, представляете, вот такой вот ролик, давайте я его, этот ролик, вы наверное не заметили, сейчас я повторю мое действие, чтобы окошко со скайпом было сверх этого фона, я его двигаю вот этими стрелочками, вот так у меня было, вот это еще один практический прием, вот окошко скайп у вас, готово, но его не видно, но под этим фоном, я его поднимаю, вот такой прием несложный, напоминаю, что это окошко можно вот так вот изменять, если нажать клавишу Alt, без нее менять размеры сторон не повышен, и давайте теперь я поменяю, снова покажу зеленый зал, раз, у меня зеленый зал опускаю вниз, его не видно, еще один прием изменения порядка вот этих источников, и наконец глаз, я нажимаю на глаз у этого видео доставки, исчезла, включаю, она снова появилась, скажите, пожалуйста, напишите в чат, да, если вы уловили, как добавлять медиа, медиа, хорошо, то есть, вот пока вы видите, все очень просто, все удивительно, просто, и можно сделать очень интересные графические, визуальные решения, почти, как у CNN, почти, с высокой степенью похожести, хорошо, добавили, теперь, вы, наверное, скажете, что я это где-то купил, давайте уберу окошко скайпа, наверное, вот этот фон, заставку где-то купил, не, друзья, я ее скачал бесплатно, бесплатно, я обещал вам легкую жизнь, тяжелую мы отдельно обсудим, бесплатно, так и пишу в YouTube футаж, если хотите, давайте я вам продемонстрирую, открываю YouTube, и открою вкладочку, футажи, это вот эти подложки, так, подложки, вот, 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 футаж, видео бэкграунд, можно просто футаж, видео бэкграунд, видео подложки, и можно, вот они, красивейшие, там, огонь, вот видите, или облака, что-то, можно скачать лес, с падающими листьями, люди сидят в офисе, что-то там делают в таком размытом фоне, а вы впереди на фоне этих людей, что-то обсуждаете, говорите, вещаете, вот таких футажей в YouTube очень много, и вы можете их скачать и пробовать поменить. Знаете ли вы, как скачивать любой ролик из YouTube? Если кто знает, скажите «Да». Если кто не знает и хочет, напишите «Нет, нет, хочу». Может быть, вы знаете и вам это не надо. Вот, допустим, такой ролик, такой фильм, можно скачать, если вот здесь отлично. Я тоже раньше не знал, что находка. Можно любой файлик себе скачать и его презентацию где угодно использовать. Я использую для этого программку бесплатную. сейчас я попробую ее запустить, показать эту программку. Вот она, UMI Video Downloader. Если вот эту вот ссылочку в YouTube, да, конечно, можно. Вот эту ссылочку, вот он сам видит, что это из YouTube, проставляет ее вот сюда, эта программка, UMI Video Downloader. И вот он сейчас подгружает и будет скачивать. И вы скачиваете этот ролик MP4, спокойно добавляете его, хотите презентацию, хотите свой стриминг, у вас будет дорогая, красивая студия, и вот такая романтическая обстановка в виде свечей. Но что-то он медленно грузится. Есть еще второй способ, друзья, вы не поверите, без всякой программы ничего не устанавливая, вот здесь YouTube впереди написать две латинских буквы S и нажать Enter. И тогда этот ролик, подождем чуть-чуть, ну, спокойно, бесплатно, чай, любой. Так, так, ну, вот тут он, пока он грузит. Так, что-то он меня не хочет. Еще раз SS. Не хочет. Хорошо ли меня видно и слышно? Так, тут что-то меня подтормаживает. Хорошо ли меня видно и слышно, друзья? Я не уверен. Хорошо. Значит, у кого-то интернет слабый. Хорошо. Но иногда пропадает звук. Но что мне тогда делать? Сейчас раз пропадает звук. Так вот он что-то грузит, друзья. Но давайте мы не будем сейчас на этих деталях останавливаться. Вот так вот можно скачать любой ролик. Вы не представляете, какой это создает аспект живого присутствия. давайте вот сейчас еще у меня видите сколько тут разных заставок. Давайте я вас сейчас очарую еще какими-нибудь точниками 2,3. Просто шикарные заставки. Вы уже умеете это практически делать. Ну например, например, ну вот такая вот красотинка. тоже включи повтор. Нажимаю окей. Может быть не особая красотень, но на какую-то сцену может быть ее и можно поставить. Я сейчас удалю. Ну что, друзья, я сейчас вам покажу демо сцену. Демо сцену. из чего она состоит. Состоит пар из пунктов. Вот я добавил в эту демо сцену и заранее до занятия приготовил. Ставил окошечко со скайпом. Второе я там чат из ютуба. Сейчас не буду говорить. Заголовочек. Вот этот заголовочек тут у меня. Вот я его тяну. Он меняет размеры. Можно заголовочек. Что тут у меня еще? Логотипчик у меня здесь стоит. Как вставлять картинку вы уже знаете. Здесь уже начинается искусство. Тут надо смотреть на композицию, на чувство соразмерности. Это не компьютерные, это художественные элементы. Тут надо уже думать о том, как построить визуальный ряд. Например, чтобы это место для чата, куда люди пишут свои сообщения, чтобы оно было читаемым, чтобы не было наложения одно на другое. Тут очень сложно. это у нас. Так, ну теперь давайте поговорим про звук. Про звук. Вот здесь у меня уже звук включен. захват выходного потока. Скажу, звук это уже гораздо сложнее, но все-таки давайте попробуем вместе практически отработать. А откуда нам нужен звук выходного аудиопотока для вещания? Из скайпа. Вот то, что человек говорит там по скайпу, надо взять и выпустить в эфир. Вот если это понимаете, тогда вот все очень просто. захват выходного аудиопотока. Я уже его сюда добавил. Он добавляется теоретически так. Нажимаете плюс и говорите захват выходного аудиопотока. В данном случае у нас есть скайп. Мы хотим, чтобы человек его голос был слышен. Мы видим, но еще не слышим. Вот тут есть такая особенность. И когда вы нажали захват выходного аудиопотока вот здесь в шестеренках вы указываете тот ваш источник звука, который слышен в колонках или по умолчанию. Просто по умолчанию ставите и то, что у вас идет в колонке, а может быть на наушник отдельно, а может быть какие-то динамики. Не будем усложнять, просто остатки по умолчанию. Добавили, он пишет по умолчанию. И тогда все, что слышно в вашем компьютере или ноутбуке, с ноутбука тоже можно делать вещание, вы будете передавать вот он этот захват сейчас я покажу чуть покрупнее вот здесь можно зацепить вот так вот поднять этот микшер вот он захват выходного аудиопотока колонки. И когда вы будете говорить по скайпу у вас все будет нормально, все будет слышно. А вот звук пропал. Так, так, очень плохой звук мучения. Так, тогда тогда я остановлю. Так, друзья, скажите, скажите, что сейчас меня слышите, я остановил показы к экрану. Сейчас слышно. Так, отлично, ну, тогда давайте мы сделаем вот как. я вам снова включу показ и буду показывать снова до тех пор, пока не появятся проблемы со звуком. Вот, пока не появятся проблемы со звуком. Другого пока варианта я не вижу. Так, можно перезагрузить вебинарную комнату еще. Хорошо, но сейчас я чуть-чуть подожду, не запускается на мне трансляция. кроме пока это происходит, у меня тут загружается, я скажу, что по звуку нужно выбрать захват выходного аудиопотока, это раз, то, что слышно на компьютере, будет передаваться в эфир, вы это уже вловили, а второе, нужно сделать захват входного потока, это называется микрофон. Так, ну, что-то у меня загрузка не идет, я обновлю страничку, вы, пожалуйста, не пугайтесь. сюда, что-то у меня Продолжение следует... 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 Захват, устройство захвата видеокамеры, вот сюда берете плюсик, вашу видеокамеру, устройство захвата видео, вот устройство захвата видео. Выбираете вашу камеру, если она уже была раньше выбрана, или пишите ту камеру, которую вы хотите. Допустим, у меня сейчас здесь две камеры, бывает и три камеры, вот вы выбираете устройство и выбираете эти камеры. Вот сколько у меня камер, и USB, и Logitech, и прочие разные камеры здесь есть, если она у вас одна, вы ее выбираете и тогда у вас появляется вот эта камера, вот камера, и вы располагаете ее там где хотите. Уже знакомые вот эти манипуляции, плюс вы можете вот так ее ограничивать по размерам, обрезать лишнее, допустим, если у вас там на кухне что-то лишнее, вы можете вот так вот отрезать. Вот еще одно практическое действие. Итак, со звуком, друзья, со звуком, я не вдаваясь в технические подробности, вам показал, как это делается, подсказал, что можно проверить качество своего вещания заранее. Вот здесь, что еще? Ну и, пожалуй, я еще расскажу про вот этот чат из YouTube. Вот это замечательное свойство обратной связи, когда можно видеть, что твой вопрос виден и остальным в мире, кто видит сейчас это вещание, вы можете это показать, и спикер увидит, участники увидят и ответят на ваш вопрос. Вот этот чат из YouTube, он здесь вставлен, его тоже можно менять, здесь будут показываться вопросы, кстати, вот это можно опустить пониже. Вот это вот изменение, вот эта линия, она позволяет двигать покрупнее, побольше, так, и, как я его вставил, это чат из YouTube. Чат из YouTube, это называется элемент, источник под названием BrowseSource, источник из браузера. Вот уже я тут эти чат из YouTube раньше брал, вот чат из YouTube брал. Если вы берете новый, создаете, напишем ему название, чат из YouTube, чтобы не путаться. И нажимаете ОК, у вас появится предложение ввести вот этот адрес, где находится ваш чат. И вот теперь уже немножко пошли сложности. Чтобы вот этот адрес, где находится чат, нужно зайти в YouTube. Хочу сказать, друзья, что вы можете вещать в свой телеканал, например, в YouTube. Самый такой вот простой вариант. Сейчас я покажу, как это делается. Открываете браузер, друзья. Вы знаете, что это такое. Пишите YouTube. Подходим к таким секретам, может быть, более сложным. Но вы не должны бояться, потому что вы не должны все делать. Вам главное ощутить легкость. Тут не так уж страшно. Запоминать это не обязательно, а вот практически это делается вот так. Если у вас есть такая вот учетная запись, она не у всех оказывается есть в первый момент. В YouTube не у всех есть учетная запись. И не у всех есть мой канал. Я сейчас не буду рассказывать. Но если он у вас есть, вы нажимаете «Творческая студия». И если вы хотите, чтобы вы въезжали в эфир, вы нажимаете на вот эту ссылочку. Прямые трансляции. Удивительные вещи, друзья. Прямые трансляции вещать на весь мир. Пока только лишь потенциально. Пока только лишь ознакомительно. Пока только лишь понять, насколько это несложно в принципе. Запомнить не обязательно, но в принципе. Вот он этот чат, друзья. Вот он ваш канал, где вы можете что-то вещать. И вот этот чат, где можно писать свои комментарии всем желающим. Вы хотите вставить в эфир. Вот здесь вот такая хитрость. Нажимаете вот эти три кнопочки. Выпоминать не обязательно. Главное уловить сложность процесса. Она не сложная. Открыть чат в новом окне. И вот этот чат, где люди переписываются, имеет вот эту ссылочку. Ее нужно скопировать. И дальше вставить свой вот сюда. Вот сюда свойства BrowSource. Нажать ОК. Все. Вот этот чат сейчас здесь рисуется. Вот он. Вот, друзья, ваш чат. Это я вставил раньше. Сейчас его делитом удалю. Да. А вот вставился этот чат. Но он очень большой. Очень большой. Чтобы его изменить, вот здесь есть маленький нюанс. Нужно по этому чату нажать по шестереночке. И вот здесь выставить размеры. Высоту не 600, а 300. Не высокую. Ширину не такую 800 узенькую, а побольше 1200. Это можно просто поиграть и найти вот такой вот чат. Вот он уже как бы вписывается в ваш экран. Но все равно высокий. Еще раз по шестереночке. И поставить ему 150 пикселей. Все. Вот, друзья, мы получили вот такое средство коммуникации. Так, что-то он у нас еще раз высокий. Извините. Вот такой вот компактный чатик. Вот он появился. Где все будут видеть ваше вещание. Вот здесь будет ваше лицо. Вот здесь будете вы говорить. Здесь будет ваш гость. Где он тут? Так. А, у меня скайп не запущен. Опять же компьютер перезагружал. Надо скайп-то загрузить. Вот я его включаю, себе запускаю. И все. Можно выходить в эфир. Ну, что еще здесь не хватает? Как вы думаете, надо ли здесь какую-то подпись? Вот это, допустим, Белоножкин, Юрий Николаевич. Сейчас появится здесь еще одно окно. Тут тоже подпись. Как делать подписи? Вы уже знаете. Знаете плюсик. Текст. Добавляете текст. Например, яхт. И пишите Белоножкин. Вот такой текст. Там какая-то должность. И вы этот текст размещаете вот здесь, чтобы все видели. Так. Наконец появляется мой скайп. Вот скайп загрузился. Так. Это надо на изображение. Нажать замочек. И вот, друзья, вот ваш скайп. Только нужно его... Только нужно его... Немножко подрегулировать. Его размеры нужно вот так подрегулировать и поставить рядышком. Вы сейчас видите, что практически вот эти шевеления мышкой вроде бы несложные. Нужно потренироваться. Совместить их. Дадим какие-то рамки графические. Это уже можно. Я прошу вас... Прошу вас сейчас написать вопрос, который вы чувствуете интуитивно самый сложный. Вот в чате напишите вопрос. Например, Например, у меня нет микрофона. Где его взять? Или у меня нет технического специалиста. Где его взять? Или у меня нет идеи, для чего это надо. Напишите. Я не понимаю, для чего стриминг нужен. Напишите, пожалуйста, в чат один или более узких вопросов, которые сейчас как бы интуитивно вам непонятны. Посмотрим, что у нас осталось. Так, значит, пока вы думаете, я сейчас снова покажу экран. Друзья, как пригласить? Ах, хорошо, Галина Ивановна, аудиторию в это вещание. Хорошо. Вот я сейчас на вопросе Галины Ивановны, пожалуй, пару с пол скажу. Вы можете создать красоту, приготовить стикеров, составить программу, проговорить заранее, о чем вы будете брать у него интервью или вести доклад. Там же можно и по одному выступать. Как туда пригласить людей? Это уже не задача стриминга. Это совсем другая задача. Вы можете сделать им рассылку по почте, в социальных сетях. Кто работает в вебинарах, вы знаете, там можно рассылать приглашения через вебинарные платформы. Стриминг не решает задачу приглашения. Приглашение это уже другая работа. Вот я ответил так. Мне приходится в чат с телефона заходить. Чат. Буду еще раз внимательно. А, да, на телефоне очень неудобно сразу. Хорошо. Я сейчас отмечу все-таки без показа экрана те трудности, которые 100% появятся у вас. О чем я говорил дальше? YouTube. Ага, YouTube нам запрещен на работе. Вот это проблема. Это уже проблема. Чтобы вещать в таком случае, нужно платить специальным людям, чтобы вещать. Или отказаться от вещания вообще. Вот так. Или вещание проводить не с работы, а с другого места. Например, из дома. выходной день. Из дома. Если все есть, вы вещаете. Садите у каждого себя дома. Счастники. Где-то там. С телефона вещание. С телефона вещание. Я не знаю, как. Я имею в виду стриминг. Можно выйти с телефона в Facebook. Там в YouTube можно. Но это уже не будет ни красоты, ни таких подложек, ни таких инспекторов, о которых я говорил. Там просто один человек себя вещать. Второго туда ввести телефонный стриминг. Очень сложно. Лучше не стоит. Нет камеры, микрофон, значит нет и вещания. Вот и все. Просто показывать что-то, вещать немое и переписываться в чате, ну, может быть и так. Может быть и так, если подумать, ну, что это будет за вещание, где ничего не слышно, спикера не слышно, но кто-то показывает. Так, а вот более серьезные проблемы, друзья, это где взять подключение к YouTube или к Facebook. Вот это программа ABS. Если у вас запрещен YouTube, Facebook-то у вас есть хоть, Евгения Юрьевна, можно вещать и на Facebook. Составить оттуда композицию, идею и туда вещать. Вот я жду вопрос на Facebook. Сейчас я не показываю эти настройки специально, друзья, потому что мне главное было показать вот именно творческую компоненту, как составить сцену, как ее наполнить, а технические многие моменты я специально опускаю. мне нужно именно было убедить вас в том, что самое сложное это придумать, скомпоновать, оставив технические вещи другим спикерам. Вы можете посмотреть сами эти настройки в интернете, как это сделал я. Я же тоже научился все в интернете, все это узнал и все научился. Просто может времени больше уйти. или обратиться ко мне, я вам помогу настроить вас в стриминге. Теперь расскажу еще про вот почему нужен YouTube стримеру. Четвертый вопрос. Третий вопрос с чатом мы разобрались. А вот место встречи YouTube. Друзья, YouTube хорош тем, что можно принимать вещания на любом смартфоне для всяких специальных программ. Очень хорошо смотреть. Вот вебинар смотреть со смартфона не так-то просто. Нужно скачать специальную программу, ввести длинный код цифр, чтобы со смартфона что-то более-менее смотреть, но очень неудобно. А трансляцию в YouTube можно не только смотреть. Самое интересное, что тут же после вещания появляется запись в YouTube. Если человек опоздал, он тут же видит запись. В вебинарной платформе вам надо дождаться, получить ссылочку, вам придет ссылка, тогда вы можете смотреть, и то не так-то там все просто с просмотром. В YouTube смотрится легко. Например, в Мирополисе посмотреть запись вебинара в формате Мирополиса на телефоне вы не сможете никогда. Вот если Павел Юрьевич эту запись переработает, переконвертирует в файл MP4, закачает на YouTube, то потом и конечно да. А в этом случае у вас просмотр записи для опоздавших будет автоматически через очень короткое время. Пятый вопрос. Кто даст стримеру на пропитание решет, что такое донаты? Друзья, есть такие добавки или плодины в эту версию, когда все желающие, кто смотрит и хочет заплатить, как премировать, поощрить, отблагодарить, называется донейт, пожертвовать этому стримеру ведущему, может сделать прямо в эфире. Нажимает на кнопочку и платит со своей карты. Я сейчас не показываю, я только рассказываю, что это бывает. Для чего вы скажете это делается. А вот эти стримеры или игроки, они говорят, вот если хотите, чтобы ссылка на ваш проект, на ваш сайт появилась в этом чате, вы можете это сделать, заплатив какую-то сумму. Например, какой-то известный игрок вещает, его смотрит много людей и в это время кто-то хочет себя порекламировать. Они вносят это пожертвование и ссылочка тогда добавляет. Вот этот плагин, как он устроен. Если это библиотека, которая проводит какое-то мероприятие связано со сбором средств на какой-то фонд, она теоретически тоже может это сделать, где все желающие оплачивают какую-то сумму какому-то автору, какому-то проекту или фонду, эти средства поступают и фамилии, имена этих пожертвователей они появляются в особом списке прямо в ходе вещания. Это я рассказал про пятый пункт. И шестой, о чем не говорят стримеры о суровой реальности жизни, это то, о чем говорит Евгения Юрьевна, когда микрофона нет, когда компьютер слабый, память слабая, интернет слабый. Почему не говорят? Ну, для них, для стримеров это как бы классика, они знают, что нужно играть на дорогих компьютерах, а вот допустим Евгения Юрьевна, у него нет не только микрофона, у него даже YouTube заблокировали. Вот я вам об этом говорю, что есть такие моменты, еще раз назову, как хороший компьютер, где память оперативная, ну, где-то 16 мегабайт оперативная память должна быть, у многих это уже как бы пройденный этап, а у кого-то на работе старенькие компьютеры с работы это может не получиться, а из дома может получиться, потому что дома чаще обновляют многие, у кого-то дети постоянно обновляют компьютеры, можно там попробовать, что еще не говорят, не говорят про разные технические настройки, я могу сказать, друзья, что в настройках есть некоторые секреты, они зависят от скорости вашего интернета, от технических особенностей вашего компьютера, если один раз их правильно выставить, то все будет хорошо, вы можете вещать часами, заходить в эфир и рассказывать то, что вы хотите. Ну, и напоследок прошу сообщить, я сейчас еще кое-что вам поведаю интересное из психологии стриминга, прошу подтвердить, что вы меня слышите и видите, а, только слышите, я не включаю видео, боюсь. Спасибо. Так вот, друзья, я сейчас все-таки попробую включить камеру, а то как-то вот так вот слышно ли, видно ли. Так, я вижу, тормозит камера, тормозит, так-то вроде хорошо, но хуже. Чуть-чуть, ох, про психологию. Да, вот я, видите, на ваших глазах сделал похожую, боюсь, что будет тормозить. Качество картинки упало, но надежность вроде как повысила. Так вот, я провел около 15 стримингов в эфире. когда мы все хорошо подготовим и начинаем встречаться в живом эфире друг с другом, я приводил практику, библиотеки, мы собирали Россию в одну конференцию через скайп и через стриминг, вот когда мы все хорошо подумаем, красиво оформим, наступает наслаждение и для зрителей, и для участников. Ведущий один, сначала один выступил, потом другой подключился, а предыдущий ушел. Они так по очереди друг друга сменяют, наступает удивительный эффект живого присутствия. не похожий на вебинар, не похожий. Когда идет диалог, когда подключение происходит быстро, я по телевизору раз, один заведется, говорит на второй, все настроено заранее. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ключевой момент, вы посмотрели, как создаются сцены, как готовятся источники, примерно получили представления, это хорошо. Как вы думаете, в чем отличие встречи по скайпу, психологическое, и встречи вот в таком стриминге на фоне каких-то красот. Вот в чем, для чего мы создаем эту красоту, как ваше предположение. Ведь скайпе тоже можно так встречаться, общаться, говорить, записывать не все, но можно и скайп встречи записывать, но психологически в чем разница, зачем мы тратим время на украшательство, какой-то фон красивый, подписи красивые, для чего? если в скайпе есть то же самое, там тоже можно переписывать. Ваши версии. Впечатления от общения. Трудно проверять письменные ответы онлайн. Трудно проверять письменные ответы. Воспринимается лучшая информация. Действительно, применение к совершению впечатления. Пожалуй, вот Галина Иванова, точнее всех, точнее всех, вызвать эмоции. Иван Иванович, спасибо. Да, скайпе можно подключить камеру, вторую, третью, и вот квадратики на сервисе, в тронхоне, в них находятся коллеги, и вот мы с ними разговариваем, мы видим, что они делают. Если же этого же коллегу поставить вот так, как мы видели сейчас, окошечки, как в СНН, эффект просто другой, люди меняются. Я проводил семинары по научным исследованиям, по методам поведения научных исследований, оформления результата, и проводили в формате вебинаров. Заключительное выступление в режиме стриминга пронежали. Коллега получила микрофон, она постеснялась включать камеру, но мы ее слышали. Ее прорвало столько эмоций. Вебинаре подключить любого участника надо настроить, чтобы не фонило, не шипило. Здесь скайп ничего не фонит, он сразу хороший дает качество. Просто вот мороз по коже, человек так рассказывает, так говорит, потому что он впечатлен, что его слышат, можно задать вопрос. Другой пример мы проводили по искусству создания сценариев, для профессионального создания сценария, для проведения каких-то мероприятий, тех же учебных или каких-то культурных мероприятий, как создать сценарий. И там тоже был просто взрыв эмоциональный, когда человек берет микрофон и выходит эфир. Вот, пожалуй, друзья, может жить в Оркуте, это да, 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 да. Пожалуй, я сейчас хочу спросить у вас о том, узнали ли вы что-то полезное для себя в нашем сегодняшнем практикуме. Появились ли у вас ощущения, что при желании вы могли бы или рассказать, что вы хотите в стриминге, или себе ответить, я понимаю теперь, что такое основной процесс стриминга. Вот это вот первый вопрос, получили ли вы для себя что-то новое от этого практикума. У нас были накладочки технические, я пропадал, вы меня плохо слышали. Вот, да, значит, мы теперь знаем, что есть понятие сцена, у нее есть имя, и в таких сцен может быть сколько нужно, сколько заранее сделать. Второе, мы научились понимать источники в этой сцене, фоны, музыка, там, может быть, и медиа крутится, какой-то красивый фон, его можно скачать с интернета, красивейший фон, шикарный, горит огонь в камине, и так далее, вы можете подложить и с вашим гостем находиться на этом фоне, мы это научились. Мы поняли, что сам стриминг не рассылает приглашения, это делаете вы уже в других системах, практически поняли. И второй вопрос, который я хочу вам задать, вы уловили ли вы вторую закрытую часть, что можно технические настройки, все пожелания найти ролики в ютюбе, посмотреть, как настраивается звук в ОБС, что еще, как настроить подключение к ютюбу или к фейсбуку, это все есть, или вы можете найти человека, который уже это проходил, и попросить у него консультацию, как мне это сделать. Если вы эту идею уловили, что все это можно сделать, я считаю, что практику нашей сегодняшней встречи достигнут, вы практически вот эту логическую цепочку увидели в какой-то степени реального приближения, как это может быть. Ставьте программу ОБС или покупайте платную программу, например, в Микс за около 40 тысяч рублей, там большие возможности, если у вас позволяют средства, пожалуйста, ставьте. Есть еще программа Экс Сплит, она бесплатно мало имеет возможности, и платная, я не помню, сколько это, 5-6 тысяч рублей или больше, не помню, она тоже платная, пожалуйста, решайте. Я не обладаю финансовыми возможностями, я не так уж часто выходу в стриминг, поэтому ОБС считаю для таких, как я, вполне приемлемым вариантом. Спасибо, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, Павел Юрьевич, я, наконец, закончил борьбу с техническими настроечками, и прошу появиться. Да, это бесплатные продукты, ОБС, ссылочки из Ютьюба, что еще тут бесплатно, микрофон платный, да. Павел Юрьевич, коллеги, я надеюсь, что, несмотря на всякие технические проблемы, мы в большинстве своем дошли до конца, я смотрю, по количеству участников, даже мы добавили, по сравнению с серединой нашего вебинара, информация, надеюсь, для вас была полезной, и вы ее будете применять, ну, а я напоминаю, что наши вебинары проводятся почти каждый день, Юрий Николаевич тоже у нас продолжит еще свой трек вебинаров через некоторое время, обо всех вебинарах мы заранее предупреждаем, делаем рассылки, приходите на наши вебинары, приходите на вебинары Юрия Николаевича, будет интересно, мы для вас готовим новых спикеров, новые вебинары, Директ Академия всегда для вас, всего хорошего, до новых встреч в эфире, до свидания. До свидания.